Некоторые не могут, непривычно на это смотреть, идет какая-то пропаганда. Но что-то пропаганда не идет против алкоголя, против наркотиков, других всяких этих гей-парадов. Тут пропаганда не идет. Вот именно когда одевает девушка платок, тут уже начинается пропаганда. Непривычно. Общество, где вы присутствуете, вы там соблюдаете, это нет. Когда люди понимают все это, что за этим стоит, уже по-другому смогут. Даже вот у нас зарегистрировано в Духовном управлении сама Украина, здесь, в Украине, вот, если мне память не изменять, я могу там ошибаться, с цифрой, более 15 тысяч принят в ислам, примерно, местного населения принят. Многие интересуются, многие студенты приходят, многие девушки приходят. Самое интересное, что, когда девушка принимает ислам, его парень, жених, тоже принимает. Собирается мусульманином. Есть. Бывает, русский парень женится на мусульманке. И она ставит условия, если он собирается на ней жениться, чтобы он принял ислам. Ну, принимает. Для того, чтобы заключить брак. То есть, исламу не дозволено жить. Ну, я думаю, всех не дозволено жить за гражданским браком. То есть, если есть отношения, они должны быть в соответствии с законом. И вот такая община мусульманская, и мы обучаем студентов, которые сюда приезжают, и обычно у людей, в конце концов, мы не знаем, если мы, где мы не были, если мы не будем соблюдать, в первую очередь, то, что нам разрешено, мы тогда уже, я не знаю, погрязнем, как время Австодома Гамора, и как сейчас нынешняя молодежь. И это есть воспитание. В первую очередь, я считаю, что должно быть религиозное воспитание. Оно более приоритетное. Да, нужно изучать и другие законы, такие как науки, медицина, математики. Это все нужно знать. Но, когда есть вот исламская община, вот мне приятно, то, что я как мусульманин, уже слава богуству Антону, я обратился, чтобы он помог мне разобраться, когда же были первые мусульмане здесь, когда же была первая мусульманская община зарегистрирована. Вот уже когда видишь, уже ты понимаешь, что ты, мы не первые здесь, для нас здесь были мусульмане, тоже выполняли свои религиозные обряды, проводили. И в дальнейшем мы стараемся возобновить все это и продолжить тот путь, который были для нас мусульмане. И после себя тоже оставить свет. Сегодня на истории зарегистрирована мусульманская община, называется Аль-Баракят. И тоже мы же оттрудимся, новые организации зарегистрированы, которые называются Украинский центр исламской культуры и образования. То есть, чтобы люди понимали, что мусульмане сами, они очень толерантны. И для нас, примерно, воздействует пророк Мухаммад. Вот они пишут магматянство, такого нет, есть Мухаммад есть, это нужно имя правильно принесить. Для чего это? Для того, что он учил нас высоту культуры и не отвечает зло на зло. Всякие сегодня пишут карикатуры, пишут, затраивают чувства верующих мусульманов. А когда есть община, мы можем сказать, в таком-то году, в таком-то времени, в нынешнее время, есть на любой вопрос, мы сможем, я надеюсь, ответить. Адам Давыдинович, еще забыл упомянуть, в принципе, живем во время неспокойное, но, да бог, все будет хорошо. Он является автором проекта «Чеченцы. Дружественный народ», которого вы не знаете. Это восточная все скромность, на самом деле. Мы с радостью приглашаем на проект, которым руководит Адам Давыдинович, по поводу «Чеченцы. Дружественный народ», которого вы не знаете, проводит областное отделение диаспоры. Да, так, спасибо. Он направлен на разрушение стереотипов по поводу чеченского народа, стереотипов, связанных с исламом, потому что ислам неотъемлемая жизнь чеченского народа. Дай бог, все будет тихо, спокойно и нормально в феврале месяце. Мы проведем и это. Ну, дальше будем продолжать. У меня небольшой вопрос. По поводу этого подлинного. Он же был из Перси, то есть, скорее всего, он был шиитом, да? Или суннитом? Вы понимаете, иранцы в основном шииты, но есть там и суннитины. Поэтому тяжело сейчас. Тяжело, да. Большое количество суннитов. Большое количество, но основным шиитом это Иран, тоже не полностью. Есть часть в Ираке, живут шииты. А это тоже? Основным суннитского толка. То есть наша община на Ярославской и Индии, в Ярославской, это были сунниты, да? Да, да. Если честно, там сунниты, там основным это туркоязычные. Туркоязычные, ярославские. И там их имам даже из Турции проводит служение. Есть еще? Тогда пятиминутный перерыв для подготовиться к третьему блоку. Да? К третьему блоку. И третий блок у нас посвящен живописи. Мы нашли много чего, картинок будет много, глаз нашу положить есть. Вот, готовимся.